Да, надеемся, что сегодня будет все хорошо, все идеально, без каких-либо технических проблем. И надеюсь, что команды сегодня тоже готовы и настроены на хорошую и, так скажем, плодотворную игру для одного из коллективов. Хотя, даже если ты проигрываешь, все равно из этого можно сделать определенные выводы, определенные уроки для себя. Это опыт. Honoris у нас ребята, которые постоянно пытаются нас удивить, постоянно пытаются в этом, ну не могу уже назвать его новым составом. Все-таки они уже, грубо говоря, устаканились, уже так обтираются и пытаются как-то уже на более высокие места взойти. На такой пьедестал некий, воображаемый. Но получится или нет, посмотрим. По крайней мере, на данный момент сложно сказать о том, что у нас здесь будет. Спрашивают прогноз комментаторов. Вообще кажется, что здесь что-то вроде тотала больше должно быть. И команда Avas победит. Но как там, Саша, у тебя, я не знаю. Слушай, в целом мы, по-моему, уже не раз комментировали вот именно это противостояние. Здесь поляки, ребята, которые очень любят играть трейн, поэтому да, действительно тотал больше. Ну и, наверное, там уже будем смотреть. Avas, наверное, все-таки должны быть чуточку сильнее. Но я не удивлюсь, если и Honoris сегодня окажется в рамках этого Best of One сильнее. Давайте смотреть, друзья. Вроде как начинается у нас уже пистолетный раунд. Команда Avas у нас будет защищаться. Honoris атаковать, соответственно. И ребята будут демонстрировать медленную атаку. В данном раунде будут идти B-контактом, по всей видимости. Сейчас глянем. Сейчас глянем, по крайней мере, на миникарте. Да, огромное количество людей именно здесь находится, но пока не торопятся они выходить под базу B. Здесь есть у нас два опорника. Это четвертый и второй номер. Маркус и Кайлор. Ну, должны вроде как справляться. Хотя держат на дистанции, но у них юспы, поэтому дистанция для них должна сыграть наоборот. Более выигрышную ситуацию. Кайлор не получается у него с юспом. Пока не получается как-то закрыть кого-то. Валивается Нео на размене по Кайлору. Бомба установлена со стороны Honoris. 4 на 4 ретейк. Так, ну, нужно здесь Avis как-то вместе группироваться. Пытаться заходить. Пытаться, в общем-то, очень уверенно этот самый сайт Дефа-Терейка. Отлетает от Наврата. Бьяли также находит фраг еще и по призму. Есть там размен от Нео. Но это два. А, еще один размен от Нео по Маркусу. Вы посмотрите, 2 в 2 ситуация. Бомба уже тикает все быстрее и быстрее. Нужно садиться ее диффузить. Нео отлетает. Таз последний. Ой, шьет, но нет туда. И команда Avis выигрывает. Здесь уже чуть ли не нож был. Вот так вот, друзья. И давайте кэфчики глянем, разумеется, от наших друзей. Из париматч 1.31 на команду Avis. 3.25 на Honoris. Именно такие коэффициенты после пистолетного раунда. На победителя, соответственно, в рамках этого матча. Но вы не забывайте, что париматч, если тем более хотите побаловаться с этими кэфами, посмотреть что-то интересное, то обязательно не забывайте заходить, кликать на баннер по трансляции. Ну и, разумеется, для новичков, тех, кто еще никогда не был на париматче, есть 100% бонус к первому депозиту. Все так, но у нас второй раунд. Да, Avis забрали первый. Получилось с них все сделать грамотно. Посмотрим, что нам Honoris смогут предложить на форс раунде. От себя есть один калаш, есть два Галила, есть фармган и скаут. Попытается его здесь реализовать. Игрок на сотке, это Стомпи. Но вот вопрос, дадут ли реализовать ему этот скаут. Поскольку здесь вроде как уже и на сближение идет кей. Заметил одного игрока, тут на него выходит рейк. Он его без особых проблем перекрывает с фармганом. Таз находится в позиции верх-низа. Контролирует поджим, наворот на зелени. Первый минус от него по призму. Отлетает у нас первый игрок. Но в этом моменте второй игрок от наврота. Ну и, в принципе, легкий раунд, как я понимаю, для команды Avis. Поскольку Таз остается последний. Один в четыре, ситуация сложная для него. Да, мы должны здесь. Avis выигрывает для себя второй раунд. Чувствует себя уже уверенно. Есть один фраг с фармилочки, подобранный от Маркоша, соответственно, Галил. И ребята будут играть сейчас против обычных пистолетов. Закупка около до двух тысяч на ребят из команды Honoris. Ну и не более того. Да, потенциально третий за Avis. Ну и, в общем-то, пока для некоторой начинается весьма неплохо. Поглядим, что дальше. Поглядим, что дальше. Ну и сейчас, понятное дело, не будет бая. Да, ребят, всем большой-большой привет. Мы вас видим, чатик читаем. Если что, будет возможность. Перерыв. Обязательно прочитаем ваше сообщение. Спасибо большое, что присоединились и смотрите. Маркос. Ну, Стас, на его на размене по кею. Четыре в четыре ситуация. Бьяли. Контролит выход. Тут увидел у нас Рейка. Перестрелять его нужно. По итогу получается еще и минус два. Отличная работа. Вот бьяли. Наворот, перестреливает призма все так же на зелени. Ну и на его последний. Половина хп. Фармган в руках. Сложноватая ему здесь будет. Ну да, и армора нет. И бомбы вообще. В целом, здесь один фраг. Если найти, то уже будет успех и счастье. Но этого не происходит. Кайлор закрывает его. Ну и вот теперь вот закупка. Вот теперь вот полноценный байраунд. Как, в общем-то, принято считать. Именно к этому байраунду готовятся многие команды. Сразу же проигрывая пистолетный. Ну, потому что все-таки там неравноценные силы. После проигранного пистолетного. Там даже если будет форснут. Надеюсь, я только с бомбой, конечно, для атаки. Это неплохо. По баю, может быть, 50 на 50. Но вот теперь вот есть все. Все шансы для онрис. Есть все шансы для авиас. Потом, на какой трак побьяли. Маркуш на размене мгновенно. 4 в 4. Ну что. Летим-летим, как говорится. Ну, летят пока только онрис. Ну, опять же, это три дефолтных первых. Там сейчас посмотрим, как пойдет первый закупочный. Пока по минусу есть. Неплохо. Одни потеряли бьяли, другие потеряли стомби. Авики на ногах. Нужно попытаться их реализовать. Атакующая команда подходит под базу Б. Кайлор на приемке. Он здесь один опорник под базой Б. Сложновато будет, если сейчас на него все вывалятся. Там еще и по таймингу. Посмотрите, как расходятся игроки. То есть у Кайлора сейчас, в принципе, информации может и не быть. Да, он просто с гранатой. Информации у него нет. Разошлись, как в море кораблей. Это позволило команде атаки занять плент и поставить сейчас уже бомбу. И ситуация большинства для команды онрис. Да, бомба установлена. Здесь овец никуда не собираются идти. Не будут выбивать. Будут просто уходить на сейф. Все мы прекрасно понимаем, что представляет из себя экономика защиты. Насколько она в некоторых моментах бывает уязвима. И сложно, в принципе, против вот таких вот, скажем так, непростых раундов, когда ты проигрываешь там 2 или 3, не имея луст-рик играть. Поэтому здесь ребята будут уходить просто-напросто на сейф. Засейвят три девайса и в следующем раунде будут закупаться полноценно. И все у них будет замечательно. Тут еще и окно разбили по итогу наворот в конце этого раунда. Ну, Скайлор, ребята, нормально, на всякий случай. 3-1. 3-1 становится счет. И вот будет полноценный закуп уже сейчас. Но вот кэфчики пока не очень сильно изменились. 1.27 на ребят из команды овес и 3.55 на онрис. Такие вот коэффициенты от наших коллег из Parimatch. Ну да, пока неизменны. Но вы в любом случае сами не забывайте заходить на сайт parimatch.ru, ловить коэффициенты, если вы в этом разбираетесь. Мало ли, приглянется вам какой-то кэфчик вкусный, и вы успеете на него залить кровные. Но там уж дело ваше. Решать, как говорится, вам. Мы продолжаем. Пятый раунд. Бай, соответственно, у одних и у других. Пока в плане бая проблем нет. Маркос уже находит призма. Отваливается первый игрок атаки. Заход у нас под базу А планируется в этот раз. Но пока не очень внятный. Сейчас начнут отваливаться по одному. Да. Мы уже двоих потеряли. То есть Авас должен выходить на четвертый раунд без особых проблем. Кей. Сплэнта принимает. Встречать будет верх-низ. Здесь есть кого встречать. Но позиция уходит по итогу. А вот Рейка в позиции. Но Кей все-таки его перестреливает. Ну и Стомпи вместе с Нео остаются вдвоем. 4 в 2 даже. Но здесь Стоп находит фраг по Маркушу. И по итогу фраг находится для атаки. И эту ситуацию еще можно как-то разрешить. Проблема в том, что конечно у Нео 22 хп. В идеале конечно девайсами поменяться. Дать снайперскую винтовку именно Нео. Но. С другой стороны. Может быть. Не все так. Грустно будет. Здесь для ребят из команды. Онорис. Наворот просматривает выход с Айви. Отсюда как раз таки 2 игрока. И будут заходить. И посмотрим насколько он здесь готов. Принимать 2 игроков. Первого должен закрывать. А он закрывает 2 их. Очень уверенно. И 1 и 2. От 1. Зажим спрашивают. Виталик нужен парни? Говорят нет. Не нужен. Наворот. 4-1. 4-1. Ну вот вам и начало. Вот вам и начало для Айвы. Сложновато с самого-самого начала. Но опять же первый есть. Можно в принципе еще там найти вот в этом промежутке раундов где-то там до 10-го найти где-то еще парочку. И в принципе ничего страшного не произойдет. Добрать ту самую пятерку-шестерку будет идеально для команды Онорис. Но есть такая проблема как команда АВЭС, которая просто так отдавать раунды не будет. При том, что это БО-1 противостояние. Следующее противостояние вообще будет замечательное у нас. СЖПРО против команды ФОРС. Будет интересно посмотреть. Российское дерби. СНГшное дерби. Как у нас там развернется все это дело. Так. Выход под Б базу. Здесь Кайлар. Кайлар. Первый. Есть минус. Это был Рейка. Позиция остается. Но здесь ТАС. Неплохо перестреливает своего оппонента. 4 в 4. На ретейк на равных. Маркш находит фраг по Нео. ТАС на размене. Но на врат опять же быстренько делает размен. Есть 2 башнистопа. Флешку нужно здесь закрывать. Конечно же стомпа. Призма остается последней. Снизу будет действовать. Нет молика. Так же так бы можно было как-нибудь откинуть его в сайт. Закрывается ТАС. Призма одного. По второму. Почти что на самом-то деле там зажал. Летально. 15 кп остается у Ке. Но пятый раунд. АВЕЗы также закрывают за собой. 5-1. Бомба стояла. Закупка будет. Для команды Онорис. Ну а АВЕЗ уже в принципе за 6 раундов берут 5. Это весьма хороший результат. Но нужно продолжать. Но останавливаться точно нельзя. Останавливаться нельзя. Нужно закрывать и нужно выходить на победное БО-3. Которое будет через Best of One противостояние. Комментировать СНГ матч также будем мы. Мы будем комментировать 3 первые игры. Дальше нас сменят наши коллеги. Так. Что у нас? Тайм-аут. Тайм-аут от Онорис. Понимаю, что что-то идет не по плану. И нужно немножечко поговорить. Решить проблемы. И попытаться сейчас все-таки забрать второй победный для себя. Поскольку есть бай. Без АВП. 5 АК 47. Агрессивный такой сейчас будет раунд. От Онорис. Посмотрим. Быстрый. Или же медленный. Сейчас узнаем. Да, вроде как быстрый. Выходят по да. Но первый игрок уже отваливается. Сейчас еще отвалится скорее всего на апдауне. Хотя. Может быть Рейка перестреляет оппонента. Слушай, там стата у Наврато просто какая-то безумная. Просто безумнейшая. Посмотрим. После этого раунда. Очередной фраг оформляет. Ну, там по-моему 12 на 1 сейчас он идет. Или около того. Опять же, может быть еще пару фрагов найдет в этом раунде. Но что-то, мне кажется, сейчас он является как раз-таки главной занозой в Баку команды Онорис. Поэтому нужно здесь очень сильно именно против Наврато играть. И даже почти как, не знаю, польский Симпл. Против которого не стоит выходить на позицию. Кайлор откидывает смок. Таз вместе с Нео остаются последние против 4-х игроков команды Овец. С бомбой можно зайти. Можно попытаться разыграть. Но, конечно, в меньшинстве там как-то у Онорис вообще не клеются дела. Призм 1 на 6. Томб 2 на 7. 3 на 6. Рейка. Ну, Таз вместе с Нео. Старая, была гвардия. Распетляет Ли. Я ли закрыл. Кайлор убивает одного и второго тоже. 6-1. И вот давайте глянем, сколько там у Наврато. Статистика 12-1-1. Просто безумие какое-то. Ну, безумие будет, если какой-нибудь там, я не знаю, 20-очку настреляет или что-то вроде этого. Но в любом случае, да. Пока неплохо. Пока неплохо. Есть у нас такой фраг-лидер у команды Авос. Вот такого же фраг-лидера бы в команде Онорис. Чтобы немножечко сбалансировать все это дело. Но непонятно, появится он у нас или нет. Убивашка такой. Пока 6-1, пока сложно сказать об этом. Пока в целе только один раунд в атаке. Этого мало, понятное дело. Пока. Одни поляки не проснулись. Это точно. Одна. Польская пятерка. Ну, вот сейчас не торопятся. Ну, и сейчас у нас... Ой-ой-ой. Тут вроде... Да, тут вроде не должно было никак разгораться. Если бы разгорелось в этой ситуации, были бы вопросы к Counter-Strike. Так, ну что, выход полетел. Выходят по даст. Здесь много смоков. Еле начинают через смок уже фармить своих оппонентов. Таз отваливается. Наврат открылся. Вот бомбу поставили. Это хорошо в этой ситуации. Сномпи последний, но его тоже перекроют, да. Но хотя бы бомба, хоть что-то. Правда, не убили никого. Да, это действительно проблемка. Коэффициенты, друзья, на 1,10 на Овес. 6,25 на Онрис. При счете 7,1 именно такие коэффициенты дает париматч. Не забывайте про прекрасную лайф-линию. Широкую, опять же, линию событий на париматч. Очень много интересных котировок, поэтому заходите. Если вы еще, например, не знаете, что такое париматч впервые там, то ребята с радостью выдадут вам 100% бонус к первому депозиту. Кликайте на баннер по трансляции. Так, ну что, Онрис. Успеете проснуться-то в этом БО-1. Шанса-то второго не будет. Только потом где-то там еще раз встретиться. В более поздних, назовем это так, играх, встречах, матчах. Сейчас нужно побыстрее, побыстрее каким-то образом отыграть все это дело, все это противостояние. И включиться максимально быстро нужно. Так, Кайлор, снова на приемке. Снова вылетают бойцы из отряда Онрис. Вырубает он Нео. Призм из Томпи. Выключают двоих. Маркос на размене. Ситуация 3 в 3. Бомба стоит. Нужно идти на ретейк. Ну и с Томпи нужно находить еще одного. А, нашли только его. Это был Маркос. Маркос перестреливает. Оппонента на обрат. Очень хорошо на самом-то деле. Да, если бы еще прикрыл вовремя Маркоса, цены бы ему не было. Но после размена хотя бы так. Сделал все грамотно. Призм. Откидывает Молик, а там смока нет. Здорово. Нет смока, но времени не будет. После смока. Ой-ой-ой, как там бьяли. На тоненького. На уверенности, на опыте. Да, последний тик оставался на самом-то деле. Но 12 хп. И бомба разминирована. 8-1. Мог еще немножко подождать на самом деле. Потому что там время еще было запасом пару секунд. Но, в общем-то, ребята задиффузили эту бомбу. 8-1. 8-1. Именно так у нас проходят первые 9 раундов на этом трейне. Первая половина уже закрывается ребятами из команды Овес. И что мне девайсы, что не девайсы, когда я беру раунды. Для команды Овес все очень здорово. И действительно неважно вообще сейчас, есть ли девайсы у команды Онрис. Потому что они справляются, в принципе, с своими оппонентами весьма уверенно. Будем смотреть дальше, что придумают. Но чувствуется, что защита у этих парней весьма на хорошем и уверенном уровне сегодня. Да, пока Овес прям очень классно настреливают. Но, опять же, Овес они всегда очень классно настреливают. Вот на своем тире эти ребята очень крутые. Они прям выделяются. Поэтому здесь не стоит их недооценивать. Да, я думаю, что Онрис и недооценивают своего оппонента. Понимают, против кого им надо играть. Понимают, что это сильные поляки. Которые будут очень жестко попадать. И попадают сейчас. 5-4 ситуация. Нео уже пал. Нео пока статистика 4-1-9. Не идет у него игра. Но подождем смены сторон. Так, Рейка минус Кайлор. По разменам неплохо. Маркос открылся очень хорошо. Но попал только лишь в ногу. И это шанс для Онриса второй. Так. Да, действительно. Нужно брать второй. Сейчас за это цепляться. Где-то немножко, конечно, подвезло, наверное, что снайпер. Только в ногу попал. Напротив вообще с том, первый выстрел вообще не попал. Так, Рейка. Вблизи. Перестреливает. Ну и вот здесь только чудо, на самом деле, поможет команде Овес. Нет, чудо не будет. Чудо отменяется, друзья. В этом раунде. Второй раунд для Онрис. Уже как-то. Уже лучше чуть-чуть. Может быть, еще тут зацепится за парочку. И с каким-нибудь, что там, 10-5. В целом, еще вполне можно разыграть этот Трейн. Ну да, Трейн такая карта, что даже если ты отстаешь со счетом 8-1, ты берешь раунд. Притом, что экономики-то нет у Овес, по сути. Забирают сейчас третий, выходят на четвертый, а 8-4 уже в рабочий счет. Притом, что там еще и первую половину играть и играть. И они... Главное сейчас зацепиться Онрис. Главное зацепиться. Но вот тут Кайлор, который без особых проблем встречает Рейка. Рейка уже падает. Ситуация уже большинства для Овес. Для них очень важный раунд, потому что, если они его отдают, придется делать, как я уже сказал, экономический. А этого не хотелось бы делать и давать Онрис каким-то образом возвращаться на этот Трейн. Поэтому они сейчас изо всех сил этот раунд, за этот раунд будут цепляться. Вопросик, кто залетел сейчас, где Паша и Снекс, почему Пэзы разные стороны играют. Разумеется, не без доли иронии это было написано. Но вот по поводу Паши, как раз-таки вчера, я думаю, кто следил за новостями, знают, был подписан Паша Ликвидами, организацией Ликвид, как стример. Вот. Поэтому теперь мы увидим немножко, возможно, в интересном, немножко другом амплуа Пашу Бицепса. Ну и вот будет, как стример продвигать уже Counter-Strike и организацию Ликвид. Но он сказал еще в своем видео, что, ребята, если вам нужен, так сказать, игрок на мажор, какая-нибудь замена, то, пожалуйста, кликайте, я приду, помогу. Три в два. Большинство здесь для команды Овес. Восемь-два все еще по-прежнему. Гранатка здесь прилетает. Смог прям в кей. Отходит он здесь. Зашивает. Двадцать секунд. Надо поторопиться, ребята. Могут просто банально не успеть. Стомп не попадает, как-то здесь снайперы немножко мажут. Пятнадцать секунд. Четырнадцать секунд надо Авику ставить бомбу, убивать двоих. Одного закрыл. Десять секунд. Здесь просто ждать. Здесь просто ждать. Бомбу нужно устанавливать. Ну и перестреливать кей чисто на уверенности. Стомпа. Деви-два. Эх. Был шанс. Был шанс зацепиться команде Honoris за возвращение. За несколько раундов, не за один. Потому что, как я сказал, если бы они забирали этот, они бы ломали экономику Авес. Да и в принципе она сейчас тоже у них не особо-то и сильная. Смотрите, обратите внимание на деньги у Авес. Сейчас просто Honoris нужно взять раунд. Все, что от них требуется сейчас. Забирают раунд, обеспечивают себя несколькими раундами. А им нужны эти несколько раундов. Сейчас двойки мало. Выходить надо на пятерку. Если вы тут на шестерку, вообще будет идеально. Но вопрос. Но вопрос. Получится ли? Как сказка вообще звучит. Нео. Ой-ой-ой-ой-ой. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Наврат закрывает Нео такой. Ребят, я не знаю, как так произошло. Наврат еще и призн успел. А вы прикиньте, ребят, если Нео сейчас так забрыл... Забрыл бы. Закрыл бы Наврата. Вот так вот. И не было бы двух фрагов. И ситуация была бы совершенно иначе. Вот насколько вообще мелочи решают. И там Маркош. 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 Да что ж, тут вообще нет. Все-таки убивает он таз. Таз решил не идти, либо испугался. Только вообще моментов близких у нас в этом раунде произошло. И Нео последний. Опять же, можно сказать, что может быть он не увидел, потому что играет 4 на 3. Скорее всего, я думаю, Нео играет 4 на 3. Так как старые закалки. Но он там даже не посмотрел. Да, что 16 на 9. Не факт. 16 на 9 там было бы видно. Мне кажется, вообще не было бы видно, потому что он просто даже не докрутил немного. Он даже не чекнул эту позицию. Он просто смотрел куда-то намного правее. Поэтому, скорее всего, там даже какое разрешение ты бы не поставил, там пусть даже ультравайп Full HD 8K миллион на 3 миллиона, то, скорее всего, тоже бы не увидел. Неплохо. Спасибо. Так, летим. Летим, летим. Быстрый выход под базу АТАС. Уже здесь догорает очень и очень больно. Ему было и дэмэдж прилетел, и молики прилетели. Но это сплит. Там остальные из зелени полетели. Нео стеком. Нео стеком. Есть минус. Призм тоже есть минус. Отличный. Но, правда, эти минусы, скорее всего, 2 только и останутся. Да. В этом раунде больше ничего не сделали. Ну и кэфчики 1-0-3. Ребята с командой АВЕС. 10 на ОНРЕС. Очень и очень сильное, опять же, здесь преимущество для АВЕС весьма... Ну, разумеется, когда ты выигрываешь 11-2, и у тебя первая плейна еще не закончена. Есть еще два шанса, в принципе, закрыть 12, а может быть, 13 раундов. То это весьма о многом говорит, друзья. Но вы, разумеется, не забывайте кликать на баннер по трансляции, переходить к нашим друзьям из париматча и получать 100% бонус к первому депозиту. Да, как-то грустно. Как-то грустно. Вот у АВЕС два шанса было для того, чтобы выбраться из того положения, в котором они сейчас находятся. Но ни один из этих шансов они, к сожалению, не смогли реализовать, не смогли воспользоваться этими шансами. И по итогу остались тем, что у них до сих пор двойка. Как я уже сказал, двойки мало. Да и вы сами прекрасно понимаете. Вы-то у меня мальчики умные, да, чат? Кто умный мальчик, плюс чат, пожалуйста. А поэтому, ну не знаю. Ну четверку давайте хотя бы, Онорис. Ну хоть что-то. Нам нужно. Нам нужно хотя бы, хотя бы четыре раунда, чтобы мы здесь наблюдали какую-то борьбу. Потому что если не будет четырех, если там еще АВЕС заберут пистолетку, ну здесь вообще пиши пропало. Так, 48 секунд на таймере. Нужно уже что-нибудь делать, цепляться. Хотя бы за какие-нибудь последние раунды на этом трейне за атаку. Ну иначе как-то вот прям максимально грустно будет здесь для всех. 30 секунд. Выход просто под АВЕК. Маркош даже не дергал прицелом. Закрывает очень уверенно одного. 5-4. Нео там бомбу пытается установить. Маркош врывается. Вбивает бомбу. Чисто АВЕК врывается в смок. Ялюбивает призму. Не-не-не-не-не-не. Ребята, отмена 12-й для АВЕС. Это уже 12-3 минимум. А то и 13-2 на первой половине. Да уж. Грустно. Не той игры мы ожидали от Honoris. Не той. При том, что трейн-то реально они умеют играть. Ну, ну как умеют. Ну, в общем, они его играют. То есть, игровая практика у Honoris на трейне есть. Они знают, как его играть. Они знают, что здесь сделать. Но проблема в том, что они не перестреливают. Они не убивают своих оппонентов. И на данный момент каким-то образом им здесь говорить про камбэк пока вообще нет. Вот вообще абсолютно нет. Никаких камбэков. Ничего. На данный момент доигрывают первую половину. Смена сторон. Цепляются за пистолетку. За вот этот вот весь дефолт, который вы обычно слышите от комментаторов. И тогда, может быть, и то с трудом. Пока просто не перестреливают. Смена сторон, может быть, поможет. Там какие-то опорные позиции. Но тут просто уже горят. Они просто сжигают. Их не щадят уже. Да уж. Ну, тут пистолетка, по большому счету, уже заканчивает эту игру для команды Овес. Прям максимально уверенно. Маркш. Нави просматривает. Здесь по таймингу стомб открывается, находит фраг по нему. Окей. Окей. Оу-оу-оу-оу. Окей. Прошел мейн. Томб его, естественно, не ждет. Тут с ножом идет. Нож не бросить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, если бы еще здесь Нео закрыл как-нибудь в прыжке, можно было бы вообще не играть вторую половину, мне кажется. Не начинать ее. Никто из команды Онрис не вышел на 10 фрагов. То есть все меньше 10. Ребята, соответственно, отыграли в первой половине. Ну, если Нео сейчас, конечно, два фрага еще найдет, то окей. Но Нео заметили. Собственно, к чему я вообще про эти 10 фрагов? По-моему, у команды Авиас у всех 10+. Да-да, там нет таких, кто плохо там отыгрывает. Может, Нео закрыл уже двоих? Может быть, сейчас получится сделать квадро и затащить этот раунд для своей команды? И хотя бы, ну, на таком положительной ноте уже про раунды не говорим. Просто на положительной ноте уйти на смену сторон. Клач 1 в 4 все-таки вселит дух, так скажем, такой. Боевой в команду Honoris и они возьмут и просто потом Камбудскер оформят жесткий. Если сейчас Нео, как старый добрый, возьмет да затащит Клач 1 в 4, почему бы и нет? Вот сейчас Бьяли на него выйдет. Тиммейт бывший. И он ему голову. Бам. Ну, да, только наоборот все произошло. 13-2. 13-2. Да, сильно. Сильно и жестко, друзья. Очень-очень сильный разгром для команды Авиас. Соответственно, в рамках первой половины. Ну и будет... Нам остается только смотреть, что вообще будет дальше. Да, пожалуйста. Вот 12-11. Да, там все в плюс играют. Там все хорошо. Вот ребята пишут по поводу того, что мне этот турнир все больше и больше нравится. Ребят, на самом деле этот турнир, он как... если вы смотрели День сурка с Белуши, если не смотрели, то обязательно посмотрите. Это очень классный старый фильм с такой классной новогодней в какой-то момент атмосферкой. Там есть такие моменты. Это День сурка. Это турнир Мальта Вайпс, да и в принципе все тысячные турниры, которых сейчас огромное количество в онлайне, это просто День сурка. Каждый день одно и то же. Каждый день турнир. Поэтому и у команд иногда бывает 16-0, а иногда бывает плотно, понимаете? Тут выход у нас. Атавос под базу А и ребята тут попытаются каким-то образом задефать все это дело. Я сейчас проонорис, но пока ничего не получается. Их просто расстреливают. Рейка тут даже вот так вот не получается. Тут просто перестреливают его и призм закрывает еще и... Точнее призм хотя бы одного здесь закрывает. Но может Маркоса сейчас еще бум. Да, хорошо. И может сейчас еще одного. Бум, бум. Бум. И еще одного туда давай. Не, пока не получается. Один в два. Вот. И я же вам говорю. Поэтому тут тут турнир такой, ребят. Тут такой турнир. Да и в принципе тут даже не в Мальте дело. Тут дело в огромном количестве турниров и что команды постоянно играют. Я бы больше это относился, знаете, как к скримам. То есть практика. Постоянная практика. Они постоянно играют, они постоянно пытаются. Ну, иногда получается, иногда нет. То есть здесь все максимально непредсказуемо. МАКСИМАЛЬНО. там даже в пистолетке не помог нож по тиммейту в начале раунда 70 хп наоборот посмотреть по этому. Просто не забывайте, друзья, про то, что париматч действительно прекрасный и приложение на iOS и Android и отличные лайв-линии котировки. Поэтому заходите 100% бонусов к первому депозиту получаете и радуйтесь жизни вместе с париматчем. Да, на жизни радоваться надо. Грустить нельзя. Надо улыбаться. Бьяли. Закрывают здесь стомпи. Таз и призм остаются. Ну и сейчас... Ну опять же, опять же, БО-1, ребята. БО-3 полноценное будет. Я думаю, на него онрис рассчитывают больше. Ну проиграли и проиграли. Чем больше общаешься с проигроками, чем больше в этой движухе понимаешь, что проиграли они БО-1. Ну и что, страшно что ли? Да ничего страшного абсолютно. Там БО-3, там запотеем, там все будет нормально. Ну не запотеем, но у нас еще одна неделя Мальты есть. Ну на ней не выиграем, у нас еще есть неделя Мальты. Ну на ней не выиграем, ну еще одна неделя Мальты. А знаете, сколько Мальта будет? До сентября. Ну и считайте, сколько раз они могут так сказать. Поэтому, ну типа, нет смысла жаловаться на турниры, ребят. Абсолютно. И на команды тоже нет смысла жаловаться. Потому что, ну вот, сейчас все находимся в такой ситуации, когда, к сожалению, Counter-Strike и турниры претерпевают не лучшие времена. Вот и все. 15-2, 12, 13 даже матчпоинтов. Ну, во-первых, тир-один просто сейчас нет. скоро появятся. Потому что они в отпуске. Да, ребята все еще отдыхают на данный момент. Ну, а с другой стороны, разумеется, это онлайн вся история, которая по-прежнему еще живет и неясно, сколько будет жить. То есть, как-то вот, какой-то границы в этом нет. Но с другой стороны, это их, с одной стороны, хорошо, что мы можем все равно наблюдать. Какие бы, какая бы то ситуация в мире не была, все равно есть такая возможность играть онлайн. И это замечательно, что КС не уходит. А вот команда Онрис, по всей видимости, уходит и становится проигравшим в первом Best of One матче против команды Авис, причем с разгромным счетом 16-2. Да, друзья, вот мы с Александром говорили о том, что все-таки, скорее всего, здесь виднеется ТБ, но правда одно виднелось. Да, опять же, если, вот если повторять слова, последнее, кого я слушал? Последнего я слушал Хуча на турнире Counterplay, который мы комментировали, тоже студия RUHUB. И он сказал так, ну, в принципе, то, к чему я шел все эти годы. Он сказал так, КС анализировать сложно и, в принципе, практически невозможно. То есть вы даете, вы разбираете матч, вы разбираете встречу, вы даете некий предикшн по прошлым встречам, по сыгранным, не сыгранным, как играет команда, какие у них там тенденции, они находятся на волне, они находятся под волной, и уже из этого делаете некий вывод. То есть вы делаете неуверенный анализ, вы делаете предположение. И вот в этом главная проблема, что в этой игре, в Counter-Strike, можно предположить, а не проанализировать. Я бы даже назвал не студию аналитики, а студию предположения, потому что анализ иногда, да даже не иногда, а во многом, на матчах, особенно Тир-3, Тир-2 уровня, он вообще непредсказуемый. Поэтому вот студия предположения, это прям идеально. Ладно, мы с Сашей пойдем немножечко отдохнем, хотя мы не особо-то устали после такого матча, но в любом случае передохнем и будем врываться уже в матче SG Pro против Force СНГ Derby. Посмотрим, что у нас там будет, посмотрим, какая карта у нас там будет. Так что вы далеко не уходите. Мы вас видим. Спасибо большое, что смотрите. Мы вас всех обнимаем, любим бесконечно, как говорится, обнимаем, приподнимаем и скоро к вам вернемся. Вернемся.